Боже мой, я в Широне, в машине, которая едет более 400 км в час. Эта машина родилась, чтобы жить на скорости 400+. Он уникальный, он злой. Это квинтэнсенция страха, эмоций, эйфории и ужаса. Это как классические часы «Паток Филипп». Уважение и трепет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет! Меня зовут Гурам, а вы смотрите канал DSC Off. Мы в Ницце. И год назад мы уже были в Ницце. С каналом Драктаймс снимали Bentley Continental GT Supersports. Безусловно, это интересный автомобиль, но в этом году с каналом DSC Off мы решили поднять ставки до максимума. Встречайте, Бугатти Широн! Лазурка и гиперкар Бугатти Широн. 1500 сил, 1600 момента, 3 миллиона цены. Все просто замечательно, но есть одно но. Давайте сразу на берегу определимся, что эта машина называется Широн, несмотря на то, что в начале CH. Запоминаем, потому что это фамилия великого французского гонщика Луи Широна. Компания Бугатти всегда умела делать быстрые автомобили. Но примерно 20 лет назад Бугатти стали частью Volkswagen Audi Group. И это дало им новые возможности. Они выпустили первый совместный гиперкар. Это был Верон. 1001 лошадиная сила. Автомобиль, который был способен преодолеть рубеж в 400 км в час. Он надолго застрял на постерах в наших комнатах и в наших сердцах. Это был просто космос. Но сегодня с моделью Широн они собираются возвести все их достижения в новую степень. Но ведь Верон был довольно быстрым гиперкаром. И чтобы его превзойти, нужно было проделать комплексную работу. И вы знаете, они с этим справились. Например, тот же двигатель. Да, с одной стороны он нам уже знаком. W16, 16 цилиндров. 8 литров объема, 4 турбины. Но они его полностью переработали. Турбины теперь работают по другому принципу. Здесь теперь последовательный надув. Сначала работают две турбины поменьше. Потом подключаются турбины побольше. И все это вкупе накачивает 1500 лошадиных сил и 1600 ньютон-метров крутящего момента. Самых настоящих. Не гибридных, не нарисованных, не эфемерных, а реальных. Показатели мощности и крутящего момента будоражат наше сознание. Но чтобы они не казались французской сказкой, вслушайтесь в динамические характеристики. Разгон 0100 менее 2,5 секунд. Разгон от 100 до 200 км в час 4 секунды ровно. Разгон 0300 13,5 секунд. А если у вас есть соляное озеро, и вы достаточно храбрый мужчина, то через 42 секунды на вашем крутом спидометре вы увидите отметку 400 км в час. Но и это не является максимальной скоростью. Она ограничена, электронно ограничена, на уровне 420 км в час. Но машина способна на большее. Просто инженеры Бугатти беспокоятся за вас и пока что ограничивают ее на этом уровне. Теоретически, судя по слухам, максимальная скорость может превышать 430 км в час. Это быстро. Поскольку мы уже спели дифферампы для двигателя, самое время сделать то же самое для трансмиссии. Надо отдать должное инженерам Volkswagen Audi Group. Они создали эту трансмиссию с 7-ступенчатой, с двумя сцеплениями, которая как-то справляется с этим объемом крутящего момента. Снимаю шляпу. Но если ты любишь высокую скорость, то люби и хорошие дорогие тормоза. Это 420 км в час, 420 мм карбонокерамики, которая трудится на передней оси вкупе с 8-ми поршневыми суппортами. Что они могут? Например, остановить автомобиль с 300 км в час за 275 метров. Это очень круто. Но, что любопытно, на этом автомобиле стоят не самые большие карбонокерамические тормоза. Знаете, где больше? На Lamborghini Urus. Там 440 мм карбонокерамика. Вот так вот. Продолжение следует... По поступившей информации, за время нашего тест-драйва Широна на Лазурке в местные травмпункты было зафиксировано рекордное количество поступлений людей с различными травмами шеи. А знаете почему? Потому что люди буквально сворачивают свои шеи, когда видят этот космический аппарат на улицах. Люди, которые привыкли видеть Ferrari и Lamborghini, но здесь они просто сходят с ума. Конечно, можно было ограничить рассказ о внешности Широна этой небольшой метафорой. Но мы не такие. Мы хотим заострить ваше внимание. И начну я рассказ с фар. Фары выглядят очень стильно, даже когда просто выключены. В режиме габаритов с каждой стороны загорается по 4 квадратных диода. Во-первых, это выглядит очень стильно. Ну а во-вторых, я хочу рассказать вам одну историю. Когда вы едете по автобану, в левой полосе никого не трогаете, и тут какой-то гонщик подпирает вас сзади и начинает моргать вам фарами. Обычно в этой ситуации вы психуете и топите правую педаль, мол, я тебе сейчас покажу. Но в случае, если вы увидите 4 квадратных диода, не надо так делать. Уважительно уступите дорогу, перестроившись в правый ряд. Опустите окно и постарайтесь насладиться звуком W16. Что мы видим еще? Конечно же, обилие карбона. Его не просто много, он везде. Все кузовные элементы выполнены из карбона. И это вызывает страх. Это вызывает ужас, потому что вы понимаете, что даже если вы легонечко поцарапаете машину, вы попадете на очень большие, внушительные суммы денег. Идем дальше. Колесные диски. Наш экземпляр оснащен 20-ми колесами, хромированными, которые выглядят интересно, но гораздо интереснее и любопытнее шины. Казалось бы, ничего сверхъестественного. Michelin Pilot Sport Cup 2, полуслик, который даже я использую на своем GTR. Но компания Michelin специально для Bugatti Chiron делает особый состав шины. Особый состав, который не боится скорости 400 км в час. За дверьми мы видим эти монструозные воздухозаборники, которые охлаждают радиаторы. Их в этом автомобиле более 10. А как еще вы хотели охладить 1500 лошадиных сил? Та часть автомобиля, которую вы будете видеть чаще всего. Что здесь выделяется? Ну, во-первых, просто массивное, колоссального размера антикрыло. Оно умное, оно умеет менять угол атаки. И в зависимости от ситуации оно либо добавляет прижимной силы, либо вообще может выступить в качестве аэродинамического тормоза. Крыло встает практически вертикально и очень эффективно замедляет вас с помощью воздуха. Помогая тем самым пресловутым карбонокерамическим тормозам. Кроме этого, выделяются не менее колоссального размера стоп-сигнальные огни. Они практически на всю длину автомобиля. Здесь же завершается центральная линия, которая делит автомобиль будто на две части. Эта линия начинается с капота, идет через всю машину, через салон и завершается вот здесь. Я думаю, что в этом есть даже какой-то аэродинамический толк. Но как минимум это выглядит любопытно. Ну и, конечно же, выхлопная система. Она звучит так же круто, как и выглядит. Центральная, мощная, внушающая только одно – уважение и трепет. Поверьте мне, я слышал много визжащих в Феррари и Ламборгини. Басовитая V8 от американцев и немцев. Но этот звук W16-4 турбины не похож ни на что. Он уникальный, он злой. Это квинтэссенция страха, эмоций, эйфории и ужаса. Именно того, что производит 16 котлов В этом автомобиле полно космических технологий Например, внутренняя телеметрия Как заявляют представители Бугатти Автомобиль ежеминутно считывает десятки и сотни тысяч параметров в режиме реального времени И не просто считывает, а отправляет их сразу в штаб-квартиру Бугатти Например, если ваше колесо немножко спустило То может дойти до такого, что вам позвонит менеджер Бугатти и скажет Ребята, зайдите, пожалуйста, на шиномонтаж Поправьте, пожалуйста, ваше колесо Которое, кстати, нигде невозможно купить Потому что это спецзаказ шин Мишлен Их надо заказывать и ждать Но, тем не менее, вот такое внимание оказывается каждому клиенту Кто готов выдать 3 миллиона евро за этот автомобиль И, кстати, таких клиентов будет немного Всего 500 штук Потому что именно таков тираж Бугатти Широн Но на этом космические технологии Бугатти не заканчиваются Например, здесь есть второй ключ Который, кстати, нам не выдали Именно со вторым ключом машина получает возможность проехать 420 км в час По умолчанию с одним базовым ключом Бугатти Вы можете ехать всего лишь жалкие 380 км в час Но если у вас есть второй ключ, вы его вставляете Автомобиль делает самодиагностику Понимает, что это все безопасно И после этого позволяет вам ехать более 400 км в час И я уже предвосхищаю комментарии Что, мол, ГТР тюнинный и Ламборгини тюнинный тоже едут 400 км в час И не стоит 3 миллиона евро И вы абсолютно правы Но Вот в чем принципиальная разница Эта машина разрабатывалась Рассчитывалась Просчитывалась И продувалась в аэродинамической трубе С одной целью Безопасно ехать 400 км в час Тогда, когда в ГТР и Ламборгини, которые несутся более 400 км в час Вы одной ногой уже там в небесах Потому что никто никогда не проверял Что происходит с этими машинами на подобной скорости А эта машина родилась, чтобы жить на скорости 400 плюс Слушайте, ну это Особое ощущение Когда ты ускоряешься на машине За 3 миллиона евро И вопрос даже не в стоимости Вопрос в том, как она это делает Она это делает не как ГТР Не как какая-то турбопомойка Хотя здесь тоже турбины Без удара кувалды по позвоночнику Она это делает плавно Она вас подхватывает и начинает нести Причем делает это с звуком W16 И с очень высокой скоростью То есть мы сейчас ускорились С 20 до 140 км в час Просто за секунду 3 миллиона евро 3 миллиона евро Пожалуй, каждый, кто смотрит сейчас это видео Прокручивает у себя в голове стоимость этого автомобиля И наверняка прикидывает Что еще можно было бы купить за эти деньги Мы сделали это за вас Например, за эти деньги вы можете купить 250-метровую квартиру в центре Москвы Золотая миля Кропоткинская Шестикомнатная квартира Либо Bugatti Charon Что еще можно купить на 3 миллиона евро? Да много чего Вот, например, вертолет Airbus Helicopter H-125 Который имеет 6 посадочных мест Максимальную скорость 287 км в час И стоимость в те же 3 миллиона евро Гребаный вертолет Или Bugatti Charon Один мой друг сказал, что элитная московская эскортница Стоит 500 евро за ночь Я, конечно же, не проверял Но давайте доверимся ему на слово При условии, что у вас 3 миллиона евро Вы можете себе позволить 6 тысяч дней каждый день Иметь новую подругу-эскортницу 16,5 лет каждый день новая девушка Или Bugatti Charon Ну что, настал тот самый момент Которого невозможно избежать Когда у вас такой огромный мотор Конечно же, мы высадили все топливо Мы заехали на заправку И тут я решил вам рассказать Любопытный нюанс, связанный с Charon Здесь есть два лючка Очень похожих друг на друга Один для бензина А второй, внимание, барабанная дробь Для масла Потому что вот эта штуковина Она не открывается Доступа к двигателю У простого смертного нет Слава богу Чтобы не лез своими ручонками Поганить это произведение искусства Именно поэтому Лючок для долива масла Также выведен отдельно Как и для долива бензина Собственно говоря С этой стороны Лючок, который позволяет доливать масло И на нем нарисовано масло А с другой стороны Симметрично этому лючку Находится лючок для бензина Куда мы сейчас и зальем полный бак 98 бензина Кстати Если вы решите заправиться 95 бензином А не 98 То в опциях Вам нужно выбрать Соответствующую строку Которая уменьшит Отдачу двигателя С 1500 лошадиных сил До 1100 лошадиных сил Тем самым Сохраняя ресурс Вот какие они умные Немцы То есть французы То есть немцы Ну то есть вы поняли Можно я еще раз втоплю Пожалуйста Пожалуйста Еще раз Еще чуть-чуть Блин Нет никаких сомнений Что это очень быстрая машина Нет никаких сомнений В тех цифрах Которые я озвучил Нет никаких сомнений Что я мечтаю Проехать на ней 400 км в час Надеюсь этот день Когда-нибудь настанет Ну а пока этот день Не настал Позвольте рассказать Вам про салон Во-первых Не знаю кем нужно быть Каким отъявленным критиком Чтобы до чего-нибудь Здесь докопаться Карбон Алюминий Кожа Швы Все настолько ровное Все настолько качественное Все настолько изысканное И сделанное со вкусом Что я Поднимаю руки Просто вау Продолжаем рубрику Что можно купить За 3 миллиона евро На 3 миллиона евро Вы можете купить себе Автопарк Именно автопарк Причем подобрали мы автомобили Благодаря сайту Автору В ценовой категории Которая суммарно Составляет Примерно 215 миллионов рублей Это и есть 3 миллиона евро В грубом пересчете Итак Что вы будете иметь Сайт автору Говорит Что вы сможете Себя купить BMW M5 Competition Самую крутую Chevrolet Corvette Для души Lamborghini Aventador S Для эмоций Вы можете Купить себе Mercedes Maybach G-класс Для понтов Mercedes Maybach Удлиненный Для того Чтобы перемещаться На заднем сидении Вы можете Купить Вашей супруге Bentley Bentaygo А когда она На вас обидится Купите еще и Porsche Cayenne Turbo Купить для себя Любимого Rolls-Royce Урейс Для трека Купить себе Mercedes AMG GTR Ну и самое главное Если вам захотелось Автоспорта То вы сможете Себе построить Тысяча сильных GTR R35 Для дрифта И Двух Тысяча сильных GTR Для дрэга Все это Либо Купите Широн За представленные Цены Мы благодарим Сайт Автору Проект Яндекса Ищешь машину Скачай приложение Автору Пожалуй Некоторые из вас Могут начать Критиковать Салон Широна Потому что Здесь нет Айпэда Здесь нет Здоровенного Мультимедийного Экрана Который Должен быть В каждой Уважающей себя Машине В 21 веке Но эта машина Задумывалась Иначе Салон Здесь Вне времени Это как Классические Часы Паток Филипп Да Сегодня Модно Иметь Умные Часы Типа Айвотч Но через 15-20 лет Они будут Смешны А Паток Филипп Как был Крутым 20 лет Назад Так и Останется Крутым 100 лет Спустя Как и Этот Широн Как и Его спидометр Кстати говоря Потому что Он Аналоговый Он Не цифровой И на нем 500 км в час 500 Это так круто Это так Будоражит Каждый раз Когда я смотрю На этот Спидометр Я понимаю Боже мой Я в Широне В машине Которая едет Более 400 км в час Это очень круто Ну вот Что не круто Так это Дизайн Тахометра Ну нет Ну не Ну не может Быть в такой Крутой машине Такой простой Тахометр Он слишком Простой Он чуть Сложнее Чем экран На калькуляторе Второй Недостаток Салона Это отсутствие Вентиляции Сидений Нет 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 Это не тот Случай Когда я пытаюсь Высосать Из пальца И докопаться До какой-то Мелочи Поверьте Мне Когда вы Перемещаетесь На машине За 3 миллиона Евро Когда вас Постоянно Фотографируют И таранят Когда на вас Оказывается Огромное Давление В первую Очередь Изнутри То вы Простите Меня Потеете И вентиляция Сидений Та самая Опция Которая Как никогда Была бы Сейчас Нужна Но ее Нет Ее Нет Ну что Получается Что Бугатя Широн Самый Крутой Автомобиль В мире Конечно Нет Нет Ни Одного Ни Одного Автомобиля Который Является Самым Крутым В мире Помимо Моего ГТР Бугатя Широн Это не просто Гиперкар За 3 миллиона Евро Это не просто Полторы тысячи Лошадиных сил И венец Творений Технологии Мирового Автопрома Широн В коллекции Это как Показатель Успешности Показатель Достижений Конкретного Человека Но если честно Мне даже Немножко Жаль Широн Поскольку 90% Владельцев Не разгонят Его Даже До 300 Километров В час Но ведь Если рассматривать Широн Просто Как автомобиль Это то же Самое Что купить Самый крутой В мире Микроскоп И заколачивать Им гвозди С другой Стороны Крутые Часы С турбионом Покупают Не потому Что они Показывают Время Точнее Чем Айвотч Это стиль Это имя Это история Это мощность И это Широн А это Наши Воспоминания О которых Мы будем Делиться С нашими Детьми С вами была Команда ДСЦ Офф Незабываемый Крутейший Просто Неповторимый Широн Лазурка Ницца И до новых встреч Сейчас Расплачусь Какую шмотку-то Почерон Хочешь Урам Урам Как размер Слушай Ну Ни один вопрос Где Широн Продолжение следует... Продолжение следует...